Первая Тверская Ямская улица Улица в центральном административном округе города Москвы на территории Тверского района. Улица начинается от Триумфальной площади и идет до площади Тверская застава. Происхождение названия Название из XVI века дано по Тверской Ямской Слободе, которая появилась здесь еще при Иване Грозном и сохранялась почти до конца XIX века. По имени Тверской Ямской Слободы назван еще ряд улиц и переулков, отличаясь порядковыми номерами. 2-я Тверская Ямская улица 3-я Тверская Ямская улица 4-я Тверская Ямская улица 1-й Тверской Ямской переулок 2-й Тверской Ямской переулок История Жившие в Тверской Ямской Слободе, занимавшие большое пространство с обеих сторон от Тверской дороги, ямщоки обеспечивали перевозку почты, пассажиров и грузов. Вначале по тракту Москва-Тверь, потом Москва-Санкт-Петербург. Слобода сохраняла свой характер до второй половины XIX века, но после окончания Ямской гоньбы и строительства в 1870 году Смоленского вокзала началась активная застройка Тверской Ямской улицы, и она стала все больше и больше походить на Тверскую улицу. В 1872 году по ней пустили конку, а в начале XX века – трамвай. На пересечении 1-й Тверской Ямской и Васильевской улиц находилась известная с XVI века церковь Василия Кисарийского. В начале XX века рядом с ней по проекту Ф.А. Шехтеля была построена Никольская часовня в память о дне бракосочетания императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. В 1932 году первая Тверская Ямская улица была объединена с Тверской под общим названием и с того времени именовалась в честь писателя Максима Горького. Улицей Горького в 1990 году улица была возвращена историческое наименование «Здание и сооружение». По нечетной стороне номер 1 – здание Минэкономразвития России, номер 3 – административное здание Наркомата вооружений, ныне Минэкономразвития России, номер 5 – административное здание Галстауэр, номер 7 – жилой дом, номер 9 – жилой дом Моссовета, номер 11 – жилой дом сотрудников НКВД с магазином «Динамо». В доме жил пианист Наум Штарпман, до строительства дома магазин «Динамо» располагался в другом здании, также занятом НКВД, номер 12 по Большей Лубянке, номер 13 – жилой дом. В доме жили авиаконструктор ПВЦБИН, ученый в области технологии производства авиационных двигателей ЛАХВА Растухин, летчик-испытатель Г.М. Шиянов, ученый материал авиата Т.Туманов, номер 15 – доходный дом С.П.Аристова, номер 17 – доходный дом С.Я.М.Бора, номер 21 – торговые офисные здания, номер 25 – доходный дом Московского отделения Страхового общества России, Почетной стороне, номер 2 – доходный дом, номер 6 – доходный дом Ф.В. Езерского, номер 10 – жилой дом. Здесь жила актриса Наталья Гундарева, номер 14 – административное здание Ростелекома, номер 16 – доходный дом Н.Ф. Копырина, номер 20 – жилой дом ЖСК 50 лет МХАТ. В 1949-1952 годах здесь жил конструктор стрелкового оружия Г.С. Шпагин, номер 22 – памятник архитектуры. До 2014 года здесь стоял доходный дом Н.Я.Я.П.Рошинах – уникальный образец московского модерна. В доме жил гитарист А.К.Ф. Раучи. В 2013 году застройщик приступил к работам по сносу зданий, встретив сопротивление градозащитников. Общественная коалиция в защиту Старой Москвы и Фронди ТВ несколько раз останавливали работы по демонтажу дома, что иногда заканчивалось потасовками. В ноябре 2012 года рабочая группа при правительстве Москвы одобрила проект реконструкции здания под гостиничный комплекс, предусматривающий снос строения и дальнейшее строительство на участке при сохранении главной фасадной стены. Однако, в августе 2014 года градозащитники случайно обнаружили, что дом, скрытый за сеткой, был полностью уничтожен вместе с фасадной стеной. По этому факту мосгарно-следием было возбуждено административное дело – градостроительный план земельного участка, выданный собственнику объекта. Компания Atlantic Aeronautic Holding Limited был отозван городскими властями. Общественное движение «Архнадзор» потребовало провести незамедлительное расследование обстоятельств сноса дома про шинах и привлечь к ответственности. Его организаторов номер 26 – жилой дом, номер 28 – жилой дом, здесь жил актер Михаил Яншин, номер 30 – особняк, номер 32 – памятник архитектуры. На этом месте стоял доходный дом Ейкурникова, в доме жил фотожурналист Иван Шагин. Дом был сломан в 1997 году. В 1999 году на этом месте было построено новое здание. Декор современного фасада в общих чертах воспроизводит утраченный. Номер 34 – два здания начала 20 века занимает гостиница «Мария Тверская». Номер 36 – СТР-1 – жилой дом для инженерно-технических работников. В доме жил советский партийный деятель М.А. Яснов, летчики Т.С. Перин П.Г. Головин, поэт В.Е. Лебедев Кумач. Номер 38 – доходный дом Ф.В. Езерского улица в произведениях литературы и искусства. Улица упоминается в известной русской народной песне «Вдоль по Питерской, вдоль по Питерской да по Тверской-Ямской».